так всем привет поскольку у меня есть двое тисков hair front 120 padding house read get matador 120 я решил сделать такой небольшой видео отчет сравнения их них параметров размеров и потом поделиться впечатлениями что мне нравится в них что не нравится итак давайте поговорим насчет основных размеров как вы видите редки выглядит немножко более компактным если их так поставить вместе то он немножко покороче и ниже ниже он примерно ну на сантиметр да на сантиметр ниже ручка у ритги до снимается здесь ставят одевать резинки ручка длиннее чем у хр и толще 14 миллиметров ухр 13 миллиметров далее если посмотреть на ширину губок то у hair они намного имеют большую площадь контакта то есть здесь буквально два с половиной сантиметра 25 миллиметров матадора где-то 1 идея 19 миллиметров то есть на 6 миллиметров больше у hair а площадь контакта с деталью также у него есть захватные губки для труб что как бы иногда очень пригождается на мотадоре их надо покупать отдельно далее что касается винтов у hair а винт толстый фрезерованный ну или как он выточенная резьба нарезанная так сказать толщина винта 20 миллиметров а где резьба 19 миллиметров у ритги до толщина винт катаный то есть он не фрезерованный он катан и толщина резьбовой части всего 15 с половиной 16 миллиметров от самой тонкой части и того меньше где-то 15 с половиной миллиметров оба и оба винта имеют двухзаходную резьбу поэтому чтобы открыть их на максимальное открытие требуется всего 18 с половиной оборотов ски очень быстро двигаются свободного хода нет это большой плюс ритгет настроен так что люфта практически нету но в то же время он его открывать намного сложнее тоже уже так не очень комфортно одним пальцем и она одним пальцем можно но так если например взять хр то он вообще там мизинцем прям крутится легко и просто даже не обязательно весь рычаг можно все крутить так люфт при этом немножко присутствует ну совсем чуть-чуть на видео даже так не передать основные параметры как бы рассказал здесь наковальня большая имеет размеры семь с половиной где-то на семь сантиметров здесь наковальня четыре с половиной ну там на пять сантиметра далее что могу сказать по поводу того что мне не нравится в матадоре заявленное раскрытие у него 150 миллиметров но реально если вы его открываете на максимум то у него начинает появляться сильный люфт потому что я не знаю здесь будет видно или нет здесь прилегающая плоскость там отфрезерована так хитро что в принципе площадь контакта уже намного маленькая но меньше чем когда они задвинуты полностью таким образом эти тиски реально если их на максимальном открытии что-то зажимать то можно может чуть-чуть повредить направляющим поэтому в принципе их не рекомендуется открывать больше чем на еще чуть-чуть вот примерно так того у нас получается открытие всего лишь одиннадцать с половиной сантиметров или даже 11 это первое что мне не понравилось в этом матадоре второе что мне не понравилось их невозможно разобрать без напильника резьба на винте расклепана здесь поэтому их нельзя просто выкрутить направляющие здесь кстати закалены не это видно но по всей длине это видно по цветам побежалости металл то есть была закалка странно она идет отсюда вот так и туда пошла по всей длине также сама видно что губки закалены здесь немножко краска сбита и как бы видно что они наполовину так закалены также видно что эти направляющие тоже закалены в принципе так тиски мощные сломать их вряд ли получится на хайвере винт каленый видно больше так не видно чтобы они были особо закалены единственное когда я их начал использовать здесь ободралась краска и здесь какие-то непонятные вмятины под ней были заводские обработка металла так не очень отшлифован здесь отшлифована капитально хотя губки сходятся очень хорошо очень хорошо повторяема хайвер открывается на полную максимально раскрытие без каких-либо проблем при этом направляющие не выходит из зацепления со своими как бы ответными направляющими частями поэтому можно запросто их открывать на 15 сантиметров и использовать на полную катушку единственный нюанс в хайвере мне не нравится чтобы разобрать эту часть вытащить винт нужно специальное приспособление которое будет утапливать шайбу чтобы снять стопорное кольцо она легко изготавливается и как бы это не вызывает особых проблем чтобы их разобрать и почистить достаточно открутить один болт и они легко разбираются чистки без всяких проблем у них я работал уже месяца три болгарками всем остальным поэтому направляющие с боков сюда не так уж и много летит мусора резьба у винта тоже начинается в принципе их надо раскрыть очень сильно более того даже если она немножко выходит из защитного экрана то эта часть резьбы даже не смазана она не доходит до гайки и как бы сюда если стружка попадает это все не страшно она легко сметается винт очень хорошо в принципе защищен кто бы что не говорил но винт здесь защищен так же как и здесь со всех сторон как бы большой минус я считаю мотадора из-за чего я в принципе решил их продать это маленький зазор и здесь вы видите какой маленький зазор вообще то есть иногда если ты там что-то берешь берешь так рукой хочешь как бы затянуть или отпустить я даже палец себе прижал просто это какой-то непонятно зачем они делали такой изгиб и зазор здесь очень маленький еще заметил что именно на этих тисках криво просверлено отверстие она просверлена вот так под углом то есть если так сделать то видим здесь зазор там 4 миллиметра и повернуть как это видим зазор уже 7 миллиметров в общем так вот здесь есть штамповка мы этим джом они по 1 house на х или тоже мы это джом они все остальное так что я считаю что хр намного лучше все таки ну не намного но лучше а учитывая что цена у них одинаково не вижу смысла брать этот matador ритт гитма спасибо за внимание надеюсь это всем поможет сделать верный выбор